Продолжение следует... Все подробности в репортаже Дмитрия Штоклова. Иван, о том, что в самом холодном регионе нашей планеты когда-то существовала высокоразвитая цивилизация, говорят уже почти 200 лет с момента открытия материка. Но только сейчас у экспертов появился реальный шанс разгадать одну из самых удивительных тайн в истории Земли. Британские ученые обнаружили загадочный тоннель совершенно случайно. Специалисты из компании British Antarctic Survey с помощью радара выбирали новый участок для изучения льдов Антарктики и неожиданно заметили странную впадину. Она была просто огромной, по глубине, наверное, Сейфелеву башню. Туда спокойно могла возойти, например, подводная лодка. Сначала исследователи решили, что обнаружили природные ледовые шхеры. Но потом вспомнили о многочисленных свидетельствах существования некого таинственного города в Антарктиде. Примечательно, что находкой тут же заинтересовались британские спецслужбы. И как только участники экспедиции вернулись на родину, изъяли у них все отснятое видео. Все, что можно было снять с самолетом, мы сняли. Сделали несколько кругов. Я даже не думала, что находка привлечет к себе такое внимание. В британское издание Mail Online смогло пообщаться с одним из агентов спецслужб. Журналисты узнали, для уточнения данных военные направили в район загадочной воронки специальный спутник с геодезическим сканером. Исследования показали, длина сооружения больше двух километров, средняя высота туннеля около двухсот метров. Причем проемы имеют идеальную форму, будто бы их выдолбили с помощью каких-то механизмов. Так неужели это действительно часть таинственного антарктического города? О том, что под антарктическими льдами находится система тоннелей, говорили давно. Но этот проход самый крупный. По сути, он должен везти в заброшенный город, о котором ходит много легенд. Вопрос только в том, кто его построил. Исследователи уверены, что глубоко подо льдом существует целая сеть извилистых ходов. Известно, что активным изучением антарктического подземелья во времена Третьего Рейха занималась Германия. В 1943 году главнокомандующий военно-морским флотом Карл Деннис на одном из светских раутов даже обронил странную фразу, мол, германский подводный флот может гордиться тем, что создал для фюрера до другом конце света Шангрилу. Впрочем, многие уверены, что сами немцы ничего не строили. Вероятность того, что немцы могли построить колоссальный проход с просто невероятным сложным прохождением равняется к нулю. Это возможно сделать только очень высокими сверхтехнологиями, которых даже сейчас нет. И вот немцы просто на готовое пришли. По одной из версий, Антарктида много сотен лет назад была освоена пришельцами. Вероятно, здешний суровый климат напоминал им родной. Так на Южном полюсе появилась колония гуманоидов, которые и построили загадочные тоннели. Однако позже, по неизвестной причине, они были заброшены. Ученые не раз пытались попасть в эти лабиринты, но все экспедиции заканчивались неудачно. И вот, похоже, наконец британцам удалось найти вход в загадочные катакомбы. Как полагают эксперты, через некоторое время в район тоннеля будет направлена специальная экспедиция. Так что, возможно, загадка таинственных ледяных шхер будет раскрыта уже совсем скоро. Дружище, вы плавали на морях? Я ходил в моря. Вы ходили в моря, да? Угу. Вы были в каких морях, скажешь, по-моему? Орлотическая, там Тихий океан. Угу. Ну, где были? Тихий. Тихий, тихий. Северный полюс были там? Северный полюс. Это что это? Ну, пожалуйста, погромче. Что такое Северный полюс? Ну, вы там где-то? Ну, там где-то около севера же были? На северах, да, я был. Камчатка, Курильские острова, Сахалина, Чукотка, Анадырь. Угу. Вот. А на Южный полюс как-то, ну... Нет? А почему? На Южный полюс почему-то на БСГ... А, я вспомнил почему-то, потому что мы танкер. В смысле, ну, вам как? Танкера... Танкера, они же топливо возят. И для обогрева. То есть, мы возили топливо людям. А вот, допустим, твой товарищей, который на других кораблях, они на Южный полюс ходили? Ну, если они работали на ВСГ, то навряд ли. Никто тогда не ходил на ВСГ, кто работал, никто не ходил. Вообще, ты хочешь хотя бы одного человека, кто был на Южном полюсе? Хотя бы по морским каким-то там... Сейчас, да, многие знают. Наше судно сейчас даже ходит. На Южный полюс? Да. Нет, ну не на Южный полюс, а в смысле... Ну, там предел какой максимальный? Ниже экватора, в смысле, блядь. И... ну, это максимум, да? Ну, это там Африка, что там еще, блядь. А Южнее ничего не это самое? Не слышал, да? Ну, вот. А где там Южнее? Я даже не знаю. Не, ну, допустим, Южный полюс. Экватор, вот тебе, пожалуйста, там, играть. За экватором там всего лишь... У меня, что там может быть. Ты по карте даже, по глобусу. Посмотри. Ну, короче, мы вот с вами засверили, что на Южный полюс... Опять же, ни одного моряка мы не нашли, кто ходил на Южный полюс. Вот, я сейчас общаюсь с моряком. Он подтверждает, что у него нет-нет... Он всю жизнь отплавал на кораблях. Отходил из ее, прошу прощения. Да? И вот этот человек говорит, что он не знает ни одного человека, кто был на Южном полюсе. Ты согласен с этим? Южный полюс. Ни одного, да, человека не знаешь? Не знаю. Вот. Ну, в принципе, все. Это все мое аудиосообщение. Всем спасибо. Вконтакте мне на данный момент пишет ПМ большое количество людей. Слова благодарности льются нескончаемым потоком. За что я всем от всего сердца благодарен. Но я хочу озвучить вам письма нестандартного характера. Дело в том, что авторы этих писем сообщают мне ту информацию, о которой мне, безусловно, было известно. Еще задолго появление интернет. В силу того, что авторы этих писем, безусловно, смелые люди, все же имена и фамилии этих людей я озвучивать не буду. Пишут мне офицеры, как они представились, офицеры авиации, пишут подводники, а также моряки Хоокеанского флота. Они находятся в полном недоумении. Дело в том, что информацию, которую я озвучу я в своих роликах, находится под грифом особо секретно. По их мнению, рядовой обыватель просто не имеет доступ к подобного рода информации. Со слов этих офицеров, вся территория, связанная с Южным и Северным полюсом, полностью запрещена для посещения простых людей. Все путешественники и незарегистрированные туристы, которые несогласованно ходят или летают в пределах Антарктического круга, незамедлительно подвергаются уничтожению. По этим бедным путешественникам молниеносно и без предупреждения открывается огонь на поражение. Авиация и флот, без исключения всех стран мира, принимают участие в уничтожении свидетелей того, что наш мир устроен совершенно по-другому. С вами был Вячеслав. Полную версию этого ролика. Если все будет хорошо, я выложу в ближайшее время. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...